Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 81. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 1 марта 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения престола. Как раз обращаю внимание, взято как эпиграф к этой теме, что мы выставляем как отчет за прошедший день. Это везде и всюду. Это особенно будет видно перед кончиной мира. Это условия те. Царь это увидел. Насколько он увидел это в самом себе, что он довел до этого, это я не знаю. Но факт остается на лицо. Что измена, трусость и обман. А на эту измену крамал и истреблял Иван Грозный, Иван Васильевич, и Петр Первый. И они удержали как-то все это власти было. Николай Первый хорошо их учил. А это все распустил Божий и ушло. Ни веры, ничего нет. Вот этот медузный кисель сделали, еще и нету. И сегодня точно так же. Особенно удивлялся этому Давид. Ходили вместе в Дом Божий, разделяли искренние беседы. И вдруг поднял на меня пяту изменники. Это сплошь и рядом. За измену обязательно что-то какая-то или корысть, или страх. Вот она, трусость и обман. И вот эта измена, конечно, это ужасно. Ну и дальше обращаю просто внимание на это. Я в одноклассниках в контактах не бываю. И вопросы там накапливаются. Мега говорят, не могут перекинуть сюда даже. Нет у администратора время, у модераторов. Сами заходите на наш форум. Я его показываю, форум наш. И сюда выставляйте свои вопросы. И тут будет ответ дан. Писать уже мне некогда. Столько вопросов. Люди нуждаются. Ну и объявление даю который раз. Просто заснять надо. Чтобы брали какие-то ролики люди. И начинали кратко по содержанию. Смотрите, там на других, на последних уже есть это. Несколько, три человека уже работают над этим. Краткое содержание. Какая минута, какая секунда. Вот. Ну и потом у нас на нашем сайте. Сайт. Я еще даже покажу сейчас. Вот этот сайт у нас называется. Вот эти библии. Здесь вот открытый для Слово Божьего, не открытого православия. А вот здесь все книги наши. И вот книги не считаются в другом формате как-то. И нужно в тот формат. И звук, и видео. Здесь насчитано 50 книг. Аудио. И что, дескать, нужно перевести. Вот показались 7 вариантов какие. Ну помогите. Сколько обращаюсь, пока нет. Переведите в это. Если можете, из-за твоей линии нельзя. Не знаю даже. Ну и объявление последнее, что идут у нас занятия. Прочитайте, какие. Только сначала, заранее, нужно вот сюда написать. Все тут. Вот. Убков Сергей. Вот. Сфотографируйте себе. И ему сообщить Сергею, чтобы он вас вызвал в это время. Евгений Вдовин пишет. Дальше что нам написано? Мир вам, Игнатий Тихонович. И всем, кто с вами в одной упряжке. Благодарю за показ направления пути за Господом. Слава Христу. Видите, одним это никак не по душе. То, что мы говорим, не надо, не надо. Прям приказывают уже, приказывают. Уже доходят до предела до какого. То есть ненависть ослепляет глаза. И они не понимают, что говорят и как. То есть они не понимают, что все это к тебе вернется. Сеющий ветер пожнет бурю. Прямо люди, которые со мной пытаются травить их, что дьявол. Дьявол прикрывается священнической одеждой. Или там миссионерский, центрский одел. То есть это все в куче собрано. А другие вот как принимают. И вот вышел вчера на ролик. И мне скинул Сергей парализованный. На милость твою уповаем Господи. Ну посмотрите как. Ну просто по-русски зарядите в YouTube и она уже выйдет. Я тут интересно увидел как относятся. Даю вам напоминание. Вот какое. Считай. Борис Годунов Пушкин Александр Сергеевич. Они любить умеют только мертвых. И вот один и говорит. Лапкина-то знаете? Так умер он. Как умер? Ну надо же. Это я столько лет собирался с ним встретиться. Человек интересный. Мне так хотелось встретиться. Ну умер нету. А потом проходит день. И он пишет. Говорит. Да нет. Он живее всех живых. Ну ладно. Успею еще. Вот так говорит всегда. Пока живой. Некогда. А когда умер мы желаем. Любить умеют только мертвых. Тут все будет пересмотрено. И вот некоторые восстают. Я не знаю. То ли он нарочно это делает. Или как. А вот там из Бориса Годунова. Вот такие слова. Прочитай. А впрочем. Я злословием притворным. Тогда желал тебя лишь испытать. Верни узнать твой тайный образ мыслей. То есть видите. Это уже все было. А я это нарочно сказал тебе. Нарочно, нарочно плоды-то растут. Нарочно ты на ухо сказал. А другое дело. Когда старается рассылать. То что эту черноту свою. Ну чернота. Когда у человека отравленный чем-то. И у него чернота как у Сталина. У мертвого идет. Через рот. Вот так. Я тогда на это вот. Которое вверху. Вот это вот. Я всегда дал небольшое. Ну. Как бы сказать. Комментарий или что. Там. Слушая это бормотание. Кривляние с крепеванием из кружки жидкости. Кажется. Что сей человек вышел на парализованность Сергея. Чтобы от скукоты своей жизни. И от домашних бытовых склок и суеты. Привычно побалакать. Ну вот так. Это священник с ним разговаривает. И вот это. Смех какой-то. То есть. На такая жизнь расслаблена. Разве это можно. Ты хохочешь. Златовус говорит. Ты не думаешь. Что сатана в рот заскочит. Скорбь и плащ. Юдоли вся земля. И непрерывно подсмешки какие-то. Хи-хи-хи. Да разве это годится. Я знаю. Что это. Опять мне враг новый будет. Но я не могу не сказать этого. Были отношения неладные. Установились. Я теперь вижу. Ну просто. И вот все припевают. Хлюпают. Хлюпают. Нигде не ставьте около себя ничего. Повторяю. Я ссылаюсь на опыт. У меня опыт есть. Начитать. Не просто разговаривать. А начитать. Пятьдесят книг. И каждая книга восемьсот страниц. Златоусы. Двенадцать. Там уже. Житие. И мне никогда ничего не было хлюпать. Ни разу. И все. Пятьдесят книг. Две тысячи пятьсот часов. А здесь. Десять минут. И схлюпаются. Прямо смотреть-то не на что. Еще верующие. Православные. И вот только смотрю. Там Смирнов сидит. И везде. Дмитрий Смирнов. И везде вода их хлюпает. И поэтому вот такая вот утроба. Не стыдно. Перед народом вываливаются. Я уж не называю. Вы сами видите. Кто там выходит перед вами-то. Чем он может научить-то? Когда рту своему не может преграду поставить. И дальше. От нечего делать. Поглумиться над истинами библейскими. Над отрешением от себя. Рождением свыше. То есть ему эти вещи и говорит Сергей Парализов. А ну он долбит. Да. Как будто после глубокого похмелья трясет своими грехами. Успели за тысячелетия выработать тип покаяния. Жить. Грешить. Не оставляя грехов. Называть постоянно себя грешником. Выдавая это за необходимые условия надежды на спасение. Имитируя за нечто духа. Не родиться свыше. Не быть вводимым духом святым. То есть вот такое вот. Я грешен, много грешен. А кто спасся? Это я не спасусь. Я не спасусь. Не спасешься. Зачем ты вылез? Кому ты путь-то можешь указать? Когда надежи нет. Павел говорит. Желаю разрешиться и быть со Христом. Что не сравненно лучше. Но для вас важнее, чтобы я был. А здесь наоборот. Чем раньше ты умрешь, ты освободишь место. Не будет этой билиберды. Такие важные, много раз повторяемые вопросы Сергея Козлова он ни на один не отвечает. Уже привык быть таким монументально уверенным в системе церковной структуры. И при этой мертвой жизни надеяться на Бога, который нигде в Святой Библии не показал благоволение к этой мирской. От пят до теми недоголовой структуры. То есть все мирское. Вот понимаете, зачем вы тогда беретесь руководить людей? И вывели свой символ неверия. Не символ веры, а символ неверия. Жить, грешить и не болеть. И после смерти найдут лишь смерть за гробом. Это я взял от Достоевского, братья Карамазы. Обрящут лишь смерть. И вдруг вы мне прикинули такой материал. Миссионерская проповедь отца Валентина Цикулаева в электричке. Вот интересно. Начинает и православие, это не то, что свечки ставят. То есть начинает говорить о том, что надо. Это очень редкий момент. Вот так по-русски зарядите в Ютубе и найдете. Ну тут это не полная его ссылка-то. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот место толкования блаженного Феофилакта на Матфея 12 главу 45 стих. Кавычки открываются. Ты же пойми и то, что посредством крещения изгоняется нечистый дух и бродит по безводным пустыням и некрещенным душам, но в них не находит отдыха. Ибо отдых для демонов это смущать крещенных злыми делами. Тогда как некрещенных он уже имеет свои власти. Итак, демон возвращается к крещеному семью духами. Ибо как семь даров духа, так противоположность этому и семь духов злобы. Когда он войдет в крещеного, тогда его несчастье бывает большим. Ибо прежде была надежда очиститься крещением. После же нет надежды очиститься. Кроме как только крещение покаяния, которое очень трудно. А сегодня только это причастись. То есть совершенно наоборот. Его до причастия нельзя допускать. Скорее причастись. То есть это пособники гибели людей, которые толкают людей к причастию неготовых. Которые без сноватого вообще нельзя причащать до смертного счастья. Интересно, что последняя строчка толкования, как кажется, сосредотачивает в себе основной вектор православного мировоззрения. Крещение покаяния, погружение в состояние покаяния. Согрешив смертными грехами, после принятия таинства крещения в младейшинстве от ненаученности, христианину, сознательно уверовавшему во Христа, на самом деле не остается ничего иного, как погрузиться в покаяние. И вполне это логично, но ненормально. Ну, конечно. Крещение покаяния, крещение Иоанна. Это первое крещение. Затем следует крещение водой и духом, крещение во Христа. И затем крещение огнем, путь испытаний и гонений за имя Иисуса Христа. Ну, как христианин может быть обращен к миру с проповедью, если погружен вовнутрь себя, крещен в покаяние? Как искренне печься о других, когда сам погибаешь? Ну, как он может говорить, все грешно, 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 никакого нет. Это все какая-то насмешка, кривляние. Зачем же ты залез на это место-то? Я говорю не просто неуважение к нему, а страх за него. Понятия никакого нету о спасении. Как выйти на проповедь и пойти за Христом, когда по необходимости возвращаешься к Иоанну? Да. Думается, именно это стало причиной того исторического и трагического образа восточного христианства, который унаследовал и продолжил Третий Рим. Вот так. Это действительно так? Александр Май. Миром, Игнатий Тихонович, я один из ваших помощников на Одноклассниках. Если вы знаете, распространяю ваши жития. Жития у нас, я покажу, где они. И с кем я работаю, дал сегодня такие рекомендации, которые решил скопировать и показать вам. Предложение такое. Реклама в конце роликов, где Игнатий говорит о подписке, было бы желательно сменить фон. На фоне икон, креста или еще чего-либо. Какая подписка? Я к подписке слова даже не говорил об этом. Я не знаю, даже о чем речь-то идет. Подписку я вообще не знаю. И не мог я говорить это. Я говорю, если ткнуть, там откроется наше жития и считать об этом только. Человек, впервые увидевший такую коморку, беспорядок и сам вид рекламировающего, явно оттолкнется. Ну давайте посмотрим. Вот это коморка. Вот это вот какой у нас вид. И он оттолкнется. Ну оттолкнется, оттолкнется. Нигде в Писании этого нет, чтобы мы рекламировали какое-то золото. А у нас его и нету. И никаких колонн у нас тут нету. Ничего этого нету. И он оттолкнется. Значит, не наш клиент. Он пойдет там, когда какой-то дом второй или еще что-то есть, он там найдет для себя пищу. Православным ли об этом говорить? Когда везде прославляется у православных нищета, хламиды, какая она нам одежда была, или нечем прикрыть наготу, как бедно питались. А это православные настаивают именно на каком-то шикарном виде. У меня этого нет. Я не пойду покупать. Ну что мне здесь нужно еще сделать? Вот коморка, мы здесь довольны, работаем. Такая коморка маленькая. Там была еще меньше. И на весь мир распространили 50 начитанных книг в коморке. Там два ареста у меня было. Там обыски были. Такую коморку трудно найти даже. Хотя это нет, это в другом месте был, на строительной 62-16. Дальше. Надо учитывать менталитет людей. Первое впечатление немало значит. Я сам раньше занимался немного рекламой. Вы понимаете, рекламой занимались. Нам-то не реклама нужна. Нам нужно показать путь. Я есть путь истины и жизнь. Указать на Христа. Будут они слушать или не будут. А реклама, я не рекламирую ничего. Мне нужно только знать, что есть такой ресурс. Больше ничего не надо. Будут они слушать или не будут, пороговорит. А ты говори. Какой вид? В хламидах они, апостол Павел перечисляет, в милотях козьих кожах, которых мир не был достоин. У меня было такое. Я иду в городе босиком. Босиком. Просто ничего нету. Совершенно нет. Голые ноги. Стоят студенты. Их тут вызвали. Уборку какую-то в мешки все это складывают. Я подхожу и начинаю им говорить о Христе. И подал визитку. Ну и развернулся и пошел. А у меня заплаты, заплаты на каких-то. А другие студенты подошли. А что это тут, видимо, они им говорят там где-то? Да он сказал такое нам сейчас. Да вы что? А где он? А не по сторонам? Ну нет. Как в видении. Бывает нету. А нигде никого на улице? А он говорит. Да нет. Он забежал. Он сзади-то видит. Совершенно там ничего. А когда забежал один вперед, вернулся, видимо, и говорит. Это он самый. Понимаете как? На глазах человек меняется. Ну не на это смотрят. Я когда одет, как обычно одет это, разговариваю с человеком. Они меня не видят. Они видят не одежду, а видят, что я им говорю. Слышат. И Бог как это делает. Вот вообразите такой момент. Роспотребнадзор тут. Большая организация. И женщины много курящих. Выходят и маленько в сторонку они. А рядом насыпали щебень. А я иду. И я задел эту щебенушку-то. И она летит. И я даже не вижу, что она летит и бьет точно по папироске. Женщины. И папироска выпадает. Я еще не понял это ничего. И подхожу и говорю, женщина, курить-то нельзя. Она говорит, курить нечего. Вы уже отобрали у нас. Понимаете, чудеса такие и Бог делает. Дальше. А это обращение Игнатия антиреклама. Антиреклама. Ну, вот так я согласен, что антиреклама. Антиреклама для кого вопрос? Он не говорит. Для тех, кто пришел в них свое место. Храмы как украшены. Люди заходят, по иконам ходят. Ну, кто-то обратился от этого. Выставки есть, старинные искусства, музеи. Кто-то обратился? Один. Хотя бы один. А там все зализанные люди, которые деньги за это получают. В Эрмитаже, в Третьяковке. Кто-то обратился? Скажите, за последние сто лет хотя бы. И еще. Тут главное, чтобы люди о форуме узнали. О! И в конце ролика на весь экран показать картинку форума. Пожалуйста. Она красиво выглядит. Православно, солидно. А так, хоть у меня и хорошее зрение, но приходится приглядываться. Все мелко, эти стрелочки. Тут еще и голову надо поломать, чтобы разобраться в этих ребусах. А так, люди зайдут на форум или в мой мир. То сами найдут жития, если будет желание. Храни вас Господь. Ну, сами найдут жития. Нет уж, я буду показывать, где она находится. А то у меня получается такое мнение, что все это делается для того, чтобы не знали, где жития. Наталья Синица, за праздник согласна. Ерунда какая-то, не праздник. Это в 8 марте. А вот за этого черныша испереживалась. Жалко, замерзнет же от холода, голодный-то. Испереживалась собачке, когда его другие обижают. Я недавно выставил, черныш. Игнатий Тихонович, низкий поклон вам за всех животинок. Видите, что сколько еще и нравится. За животинок даже приходится. Ну, благодарю, Наталья. Украина. Тут были из Украины, и они уехали. И теперь из Киева уже сообщают. То есть они бежали от этой Майдановской революции. А теперь доехали и говорят. Ты, Лапкины, твои ребята-помощники. Это лучшее, что с нами случилось за эти два года. Видите, как они приехали, побыли тут и приняли их. И продукты какие были. Ну, что могли сделать. И деньгами немножко помогли. Больше ничего нет. И тут один пишет еще. Доброго здоровья. Я хочу заказать книгу к истинному православию. Скажите, сколько это будет стоить с пересылкой? Можно ли отправить деньги через Юнистрим? Вы их получите через Сбербанк в Барнауле. Так будет проще. Спаси Христос. Я отмечаю. Никаких Юнистримов я не слышал, не видел. Я даю только Сбербанк, где получаю пенсии. Ну и у меня карточка такая-то. Ну, как называют там, электронная или какая-то. Я говорю ему. Одну книгу и в одном экземпляре посылать весьма неудобно. Добираться до главпочтам, постоять в очереди и прочее. Деньги через Юнистрим не получали, не посылать. Ну и поэтому одну книгу, представьте, я сам не хожу, ребята идут на работе, стоять и прочее. Просто невыгодно. Ну и на этом расстались. Ефимий Калужский. Вот вы выступаете против монашества, а ведь благодаря ему православие сохранилось до сего дня. Ну вот такое сохранилось оно какое и есть. Вот как раз это и есть антиреклама. Я за монашество, чтобы человек был один, для Бога служил. Шел на благовестие, никаких обетов не давал. Я за монашество, но не за такое, которое высасывает силы и там за стенами, за мандрой, за этой, при попечительстве архимандрита гибнет все. Это неправильно. Я за монашество. Вот. Ну и теперь, что нам нужно еще посмотреть? Сразу покажу наш, вот в Mail.ru, наш листок какой. Поведите, заледите и зайдите. Сколько здесь у нас видео? Две тысячи шестьсот пятьдесят шесть. И фотографии. Восемнадцать тысяч восемьсот. Тут очень много здесь видео, множество фотографий. Выставляю все с нашего ютуба, я переношу сюда. Вот кто получил за последние дни, время, книги выписывал. И порядок такой, что сфотографируйтесь с книгами и пришлите. Ну вот здесь вот, если нажмете, тут откроется, написано сколько? Двенадцать, да? Да. Ну тут взять так, десять-то есть. Восемь. Видите как, люди получили, благодарят и прочее. Семь. Вот. Теперь дальше, что пишут? Это уже на нашем форуме. Игнатий Тихонович, в освете Святой Библии расскажите, пожалуйста, о судьбе потомков Каина. Что важного для себя мы можем из этого извлечь? Спасти Христос. О Каине, о потомках Каина. Каина убил Авеля. Ну а дальше, когда мы смотрим родословную по Евангелии от Луки и прочее, там родился Сиф. И дальше идут от Сифа потомки. Каина нет, они все под водой оказались. Разговаривать нечем. То есть потоп, который от сотворения Адама был в 1656 году, а от потопа до Вавилонской башни еще 721 год. Эти данные можно запомнить. Ну а дальше 5508 год до Нового Иоанра, до рождения Христа. Вот в этих датах легко сориентироваться. То есть его нигде нет, больше не поминается и ничего больше нет. Строил там город какой. Все это исчезло и нигде больше нет. Какое извлечь? Не надо быть убийцами. Ну в первую очередь братоненавистниками. Это потому что ненавидящий брата есть человек-убийца. Вот на меня, который выступает, явно видно, что руки в крови. Они прямо лопаются от злости. Зачем? Ну ладно, меня нету. Как говорится, слопали, размазали. Что дальше? Боролись против нашего лагеря здесь. И газета одна пишет, ну ладно, пишут. Лагерь Лапкина прихлопнули, наконец-то. А ничего нет, лагерь действует. То есть они отрапортовали, ничего нету. Но один лагерь меньше стало. Такой уникальный лагерь был. Нам легче стало, и теперь дети болтаются по помойкам. Но остался лагерь. Остался, Бог его сохранил. 44 года все-таки. 15 комиссий краевых нас давили, попутно сказать, в течение двух месяцев. И ничего не могли сделать. Все это отказывало. Дальше. Екатерина Тенникова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вы не так давно на занятиях по Библии, по скайпу говорили о том, что вам звонил бывший литеранский пастор и говорил, что они приняли рукоположение у католиков. Могли бы вы сказать, в каком городе это произошло? Не могу сказать. Я даже не знаю, звонил ли он или на меня его просто выставили. Я уже не знаю, это уже не сегодня это было. Я не знаю, говорил ли я, в каком городе это было или нет. То есть не могу ответить на это. Было оно у них, не было. Говорят, у католиков, да еще какие-то там заковыки. Владислав Бабрякович. Ну, я думал, женщина. Видите, второй раз выходит. Лицо женское такое, и одеяние не поймешь, как и, оказывается, мужчина. Игнатий Тихонович, добрый день. Помогите понять и разобраться. Что такое чревоугодие для нас, современных людей? Как его определить? Чревоугодие. Первое. Я сам достаточно большой человек и много пищи за раз требую. Ну, сколько большой? Это два метра есть или нет? В армии, если я не знаю, там метр девяносто, двойная порция дается. Чтобы наесться и подчас по многу раз за день кушать. По многу раз. Это называется полифак. Чувство голода должно быть сигналом. Я так соображаю. Ну, как определить миру пищи и саму пищу? Что есть, а что не есть? Что совсем не нужно в данный момент? Заранее благодарю. Благодарить-то нет. Я когда скажу, вас, говорит, скривит от моих слов-то. Что есть и что не есть. Вот я, по милости Божией, составил такая книга у меня есть. Симфония на жития святых. Ну, решил я ее подарить. Поехал в Томск, какая-то епархия Томска, Ростислава, и митрополиту подарить. Ну, его не было. Мне сказали, к нему там какой-то ротмистров или бурмистров есть. Он, говорит, в хоре там поет, там найдете его. Он преподает в семинарии. Ну, я пришел ему, стал говорить, а кто вы такой? А он, видимо, обо мне сказал, Лапкин, а что вы тут приехали? Я говорю, у меня желание митрополиту подарить книгу. Что за книги? Ну, я показываю. Тут все, считай, что написано. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского РПЦЗ. И по благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского Московской Патриархии. Ну, немножко прочитай тут все написано. Симфония, указатель на житие святых. Автор, составитель Игнать Тихонович Лапкин. Барнаул, крестовоздиженская община. Ну, понятно. Вот, мы как-то, я немножко отвлекусь на это дело-то. Приехал тут новый епископ у нас был, Максим Дмитриев-то. Ну, и как-то, не знаю, кто-то меня на него вывел, и он сказали, подождите, вот он скажет, когда прийти. И мы пошли туда несколько человек к нему, в епархию. И он в новой епархии, которую Масендич Антоний построил здесь, ну, под его руководством-то. И этот встал вот так, так вы и есть, Игнатий, вот так подошел ко мне, при всех обнял. Максим, это первая встреча была наша такая. Я столько о вас слышал в Тобольске, там Пестов, Сергий, другие рассказывали. То есть, отношение очень хорошее. И вдруг кто-то говорит, или что-то началось против, и мне говорят, один священник там был, близкий нам, и он говорит, ни одного епархиального собрания не было, чтобы вами не начал он, и вами не кончил. И понятно, всегда только в отрицательном смысле. Но это позже придет. Но здесь по-хорошему было. Я говорю, Владыка, я книгу издаю. Черновик, кажется, принес, говорю, симфония, нашите от святых, вот оно где. Надо бы, это их благословение дал Евтихий, а мне хочется ваше. А он не обидится? Я говорю, что же? Ну, я после него рукоположен, меня писать только после него надо. Видите, какая иерархия-то. Я так и сделал. И вот о пищи спрашивают. Вот смотрите, я сейчас покажу, чтобы вот это составлять, вот так постранично, вот как откроешь-то. Это называется верстка, верстка пейджмейкер. Некоторые, может, даже не знают, вот. Наверное, вот это он. Ага, наверное, наверное, вот тут, тут, тут. Ага, это вот страница такая, посмотрите где. Я нахожу, что здесь еда, где она тут у меня, АБВГДЕ. Еда, 86-я. 86-я, нужно контроль и альт нажать, и Ж. Какая страница, запоминай. 86-я. Заряжай, 86-я. Забираю, 86-я. Вот так. И вот мы вышли. Теперь, вот это можно увеличить. Как я увеличить-то, это уже тут забыл. Вот колесико-мышки нет. А? Колесико-мышки нет, нельзя. Нет, не идет она, колесико-мышки. Тут надо, это. Ну вот тут есть вот, лупа. Лупа, да. Нет, это не то. Ага. А вот куда она поперла? У-у-у-у. Это что наделали-то мы? А это что теперь делать мне? Как-то вернуть ее назад-то? Можно, нет? Вот, видишь, ни на чем теперь заделся. Нет, ты меня не туда послал. Так. Закрыть. Вот теперь снова. Теперь потерял, где он есть. Я хотел на этом просчитать. Ну придется тогда по этому. Ну давай снова. Видите, как слушайте. Не дело ты показал. Опа. А ничего и нету. А где она у вас? Ну где она у нас? Она у нас где-то здесь вот. Вот. Где книги все наши. Вот книги все наши. И вот симфония на житие святых. И вот она как открывается. И 85-я. Подожди. Подожди, не пойдет. Сначала вот здесь Т надо ткнуть. Ага. Вот теперь контр-Ж. 86-я. Ткни. Вот она еда. Вот тут надо посмотреть, как... Так не видно? Какой здесь размер? Видно, да? Видно. Вот здесь вот. Но брат говорит, что он с камеры видно хорошо. Примизил. Ну все, давай, считай. Вот это прочитай. Мы пищем попутно. Это значит, чтобы составить, я должен был неоднократно все 10 томов, 12 томов жития святых промолотить и 2 тома настольной книги 2-й, 3-й священнослужителя. Там 147 новых житий. И вот теперь дальше. Еда. 1 января Василий Великий ел хлеб специально, так худо приготовленный, что его едом можно было есть. Вот так. Вот это готовили они. Вот как. Теперь, чтобы тебя не тянуло к еде, не выбирай ничего. Когда, говорит, это шрево-бесие, когда много охоты есть, разницы нет, хоть торовой, хоть чем набить. А другой горта на беся, чтобы сладкое было. Есть такая книга, «Каринские ночи». Ну это старинная книга, не знаю, есть она или нет. Там полифаги. Один съедал за раз быка. Вообразить нельзя. Другой съедал 40 куриц. И когда, говорит, в свободном состоянии он был, то у него вот это, живот обвисал, он мог вокруг себя этой кожи обернуть сам себя. Полифаги. В конце концов, он же не таким родился. Так он, когда лежал, говорит, в больнице, он ночью пробирался там, где аборты делает, доставал этих абортировок и всех съедал. Выкидышевый. Магнезия была, магнезию, говорит, съедал. Ну что, до этого надо дойти. Это, Вер, полифаги называется. Полифаги. Дальше. Пятое января. Захария. Иоанна Крестителя. Ангелы питали в горах. О, в горах. Дальше. Восьмое января. Илья Пустынник. Норма была три куска хлеба утром и три вечером. И три соленых маслины на день. Вот так. Восьмое января. Георгий Хазевит просил братья оставлять ему остатки. Толок кости и дел из них шарики и ел потом. А это не лучше, если тут показывать по книжке-то? Не лучше? Я нашел, где она-то. Страница 86. Ну ладно. Кости, толок рыбе и ел. Все. Вот сделайте себе. У меня одно время был тут обиженный священник. Как обиженный? Это неплохое слово. Максим Дмитриев сорвал с него рясу, крест. И его запретил в служении за то, что он тайно хотел записать разговор. Вот. А он грузный, большой такой. И когда ему надо было работать, он приехал в Барнаул из другого города. И у меня поселился. Где он у меня спал-то, не знаю я. Наверное, на этом. На втором этаже. Так, по-моему, где-то. И вот он идет на работу, а на стройке работал. Берет два кусочка хлеба, ломки-ка. Утром не завтракает. И вот проходит неделя сколько он на одну. Ну, дырочку ремен, ремень затем на вторую, на третью. Прошло месяца полтора, и человека не узнаешь. Со мной один в камере сидел. Владимир Прокопьевич Редькин. Он какой-то замдиректора был. Вот такой пузырь здесь. И он обратился, покаялся. Прям покаялся. И нас отдельно отсадили в другой камере. И он, видимо, сдавал, что ест. Там пустая чашка была, чтобы его не отделили от меня. А потом опускал в другое место, в туалет, еду. И в течение недели буквально у него началось спадать. Две недели ничего нет живота. Убрать лишнее. И он только плакал и плакал. Как Господь коснулся. Как я жизнь погано прожил. Где-то, говорит, на рыбалку уедем там на охоту. Барашка с собой везем. Одного режем, а второй стоит привязанный. Дальше. 19 января. Макарий Египетский. Один юноша страдал обжорством. Так, что пар шел от него и дым. О, Череповецкий комбинат домно. Он извергал из себя и потом съедал свои испражнения. Испражнения свои жирал даже. Даже вообразить не. Да вот и в житиях святых написано. А то ко мне привязывают себя какие-то слова. Сказал, оскорбил и прочее. Подождите. За словами за этими будете гоняться. Да в Библии такие слова написаны. Ты, говорит, всех любовников собрала. Под каждым ветвистым деревом широко раскидывала ноги. Другие слова. На это назови словом Б. И тебя за это уберут. Нашелся один человек такой. Сказал, его сразу сняли. Дальше. Видел Макарий дьявола с тыквами и с другими явствами. Это для того, что если одно не понравится чревоугодникам, он тут же предлагает другое инокам. Дьявол предлагает. Он главный повар. Один инок, феопент. Вокруг меня, как волчок, вертится, говорит дьявол. А пришел он к нему, когда в монастырь спрашивает. Юношу нашел как? Хорошо все. А как с едой-то? Нормально. А он говорит, а это как? Как волчок вокруг дьявола крутишься-то. Ну и обречил его. Это Бог открыл ему. 19 января. Макарий Александрийский. Постановили не есть приготовленного на огне. Было жесткое просо. Приучал себя к малой порции так. Сухари клал в кувшин с узким горлышком. И сколько сумею вытащить за один раз, это и есть суточная норма. Вот так сделайте себе. Не в кастрюлю большую положите, а в сосуд с узким горлышком. Это все легко делается. В пост ел только по воскресеньям сухие капустные листья. Вот и все. Ну, как говорит православное, настоящее, это так, чтобы голова между колен и капуста в бороде. 24 января. Ксения ела с пеплом и скадильницы. Не вкушала по 7 дней. Вот так, ничего не будет. Она могла, почему ты не сможешь? Сможешь. И плоть скажет, не могу, не могу. А ты ей, говорит, ответь, мало яшьть, мало пи и здраво будешь. А она по поросящей лежать будет у тебя плоть-то. Смири ее. И все. Когда много едят люди, это связано с сонливостью. Он переварит весь, вся кровь-то идет к животу, а сонливость с блудом. Тут понятно, откуда идет. Без страха уточняют себя. Без страха. По апостолу Иуда пишет. Их выхотились от жира, глаза их, 72-й псалом говорит. Выхотились от жира, у них на выпучку глаза жир выпирает. Везде руки, ноги, ляжки, все вот так на расшарагу идут. Шагать-то не могут. Это ужас один. И все через рот. Ел тайно, вывалил явно. Пришел. Хоть краном поднимай. Одна поднимается, не может залезть. Я поднял ее, в трамвай едем. Я говорю, ну чего ж ты так? Я говорю, ты могла бы. Как она на меня взъелась сразу? Ты не гляди, что они добрые. Они очень злобные, когда этих людей трогаешь за пищу. Ну зачем ты себя так изуродовал? Тебе это не надо. Ты должен идти на двор. У тебя должно быть все в сжатом виде. Совсем почти ничего нет. Пища вся должна переработаться. А сегодня придумают, говорят, если в туалете сейчас все брать, там сколько жиру, перерабатывать. Это хватит накормить еще два земных шара. Это уже делают. И в пасты будут продавать в тюбиках. Давай. 25 января. Семион ветхий. Едой ему служили травы. 7 февраля. Лука. Сладостное для людей, что было, то для него казалось невыносимым. Вот так. Такие же люди были. 14 февраля. Авраамий ел только сырые овощи и ягоды. 19 февраля. Евгений. 30 дней был без пищи. 19 февраля. Досифей. Ел рыбьи головы. То есть ухаживал за больными, а головы-то не едят. Вот у нас так же. Они едят, ребята, а головы я ем у них. Тоже Досифей. 4 марта. Павел и сестры. В темнице сотворили два полных стола с пищей ангелы от Христа. Вот так. 12 апреля. Афанасия. Садового плода никогда не вкушала. У каждого по-разному было. 15 мая. Пахомий. В еду вливали воду. Так уничижали себя, чтобы потом не скорбеть. Паламон. Даже на Пасху ел без масла, золой. Вот понимаете, еще и готовят как-то во вред. Соль. Есть такие люди. Она не может, если рыбу, обязательно пересолить. Обязательно пережарить. На растительном масле ничего не жарьте. Когда снимете, тогда растительным маслом помажьте. Растительное масло термической обработки не поддается. Будет рак желудка. Рак. Это страшное дело. Кого я знаю, любили пирожки поджарить. Все умерли от рака. Дальше. 15 мая. Феодор. Ел только один раз вечером. Иногда не ел по два дня ничего. Я в армии прочитал дорожка, посыпанная белым порошком, ведущая к инфаркту. А что такое сахар и соль? Нормальная посоленая пища, вот нормально, как мы привыкли. Это фактически в четыре раза больше нормы соли. В четыре раза. Почему поговорка говорится? Недосол на столе, а пересол на спине его. Что ты делаешь? Что ты в гроб нас гонишь? Давай. 3 июня. Лукьян. Несколько кусков хлеба и вода. 25 июня. Феврония. Вкушала через день, чтобы поблекла красота. Поблекла красота. А тут я ем по несколько раз в день еще. Вот эти особенно бодибилдинги называют, а там мускулы накачивают. Они непривильно ходят и с ним такие бочоночки, чтобы все время припевать. Он никуда не нужен. И все это вода одна. Какое свинство. 7 августа. У нас тут говорят, у американцев 4, там полдник, другое, там ленча разная. А у мусульман везде, во всех странах, только два утром и вечером. У них полдника нету. Вообще нету. У нас придумали женщины в лагере. Давайте детям отдельно помпушки. Я говорю, зачем обед будет? Ну как-то полдник. Они насчитались, я говорю, ну давайте. Сразу вся дисциплина у него ушла. И падать стали. В один день все отменили. То есть им это не надо. Не надо их давить этим. Он должен так, чтобы организм схватил и переработал сразу. Седьмое августа. Домитий не ел вареного. Спал стоя, опершись на жезл. Видите, как спал стоя. А что, это томил себя. А вот когда Лыковых нашли, там Савин у них был, у Карпа вовсе все пояснил. Он говорит, всегда спал сидя. А так, а так Богу угоднее. Видите, примера. У меня мусульманка пишет одна. Отец Игнатий, а сколько вы поклонов Богу даете? Видите, само выражение какое для Бога, для Аллаха. Они знали. Она не просто рожает. А я Аллаху должна подарить пять сыновей. Слова-то все какие. И они Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Мы как мужчины, как бьют его Аллах Акбар. И хорошо Аллах Акбар. Это означает, он прославляет Бога, которому поклоняется. Как у нас Господи Иисусе Христе. А по правде сказать, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Над ними надо не смеяться, а учиться многому. Давай. 7 августа. Дометий. Не ел вареного с полстой горью. Илларион Великий. 21 октября. Ел 15 смок в день. И то только с заходом солнца. Кто ест такой хлеб, тот считает золото за болотную жижу и тину. 23 октября. Иаков. Ел только хлеб и воду. И в баню не ходил. 9 ноября. Феоктиста. Сбежала от варваров. Спасалась на острове. Питалась подсолнечными семенами. 13 ноября. Иоанн Златоуст. Ел только ящуменный хлеб. 18 ноября. Платон. 18 дней отказывался от пищи, находясь в темнице. 22 ноября. Агап. Сочево, разведенный в воде. Что-то сочево, это надо узнать еще. 21 ноября. Петр Молчальник. Поселился в сарае и ничего не ел, кроме хлеба. 26 ноября. Иаков Отшельник. Вареная чечевица была ему отрадой. 4 декабря. Иоанн Поливод. Избегал укорительной пищи. 10 декабря. Филарет Милостивый. Когда раздавал свою часть и нечего есть было, приходил в дом и просил. Дети мои, примите меня как странника хотя бы, а не как отца. Покормите. 15 декабря. Еле в ферии. Еду голубь приносил. В темницу еду приносили ангелы. Ну тут еще и надо смотреть. Пища уже не будет. Я думаю, этого уже достаточно, чтобы показать, что действительно так. Вот, это у меня отсюда идет. Теперь мы посмотрим, что еще. Ну вот я отвечаю на этот вопрос. Ольга Ровнова. Насколько помню, Господь Бог ни сердца, ни души не коснулся при крещении. То есть она о себе говорит. Крестили, когда мне было года жизни 11 месяцев. И до, и после приставать начали бесы и другая нечисть. Что делать? Я знаю оружие, Господь дал. Пост и молитва. Опять же, о посте идет. Пост и молитва. Садили, сходите там в храм, с священником поговорите и начинайте над собой смотреть. Будут всегда в платочке, чтобы всегда могла молиться. Больше еще могу сказать. Заочно тут, ну, я просто не знаю, поможет это или нет. И дальше, что тут? Анастасия Коберева. Спасибо вам большое про видео Игнатия Лапкина о том, чем питаемся. Да, вообще завтрак. Очень поучительно. Со мной муж даже смотрел. Это мы читали. Мы читали. Я что отвечаю? Мы в Барнауле на улице Ползунова 6. В воскресенье, богослужение. У нас в 8 часов утра. Да, прийти нужно заполчиться раньше. И дальше? Да, я с радостью приду. А можно с мамой? Ну, можно. Она с мамой и пришла. Ответ. Можно. Одеться по форме. Два платка. Край подола не выше 10 сантиметров от пола. Всем без табака. После завтра, в воскресенье, можете прийти сюда и с мамой, и с мужем, и с друзьями. Но за них отвечаете. Дальше. Владимир Худяков. Спаси Христос, Игнатий. Западная культура создает огромное сексуальное напряжение. В основном, обтягивающий женской одеждой и луковым взглядом. В славянской культуре этого напряжения нет. Однако, каждый второй славянин занимается эзотерикой и отрицает христианство. Как вы думаете, возможно ли возвращение общества к славянской чистоте на луне православия? Даже намека нет на это. Отвечаю. Где он? О чем это? Спаси Христос. Не знаешь, да? Матфея, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а держит в лечении? А, ну понятно. Я отвечаю. Вот где ответы. Какие места описания? Вот и все. Дальше. Светлана Адайник. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Подскажите мне, пожалуйста, есть такое мнение распространенное, что когда жена беременна, супругам нужно соблюдать супружеское воздержание. Есть ли на самом деле такие запреты? Ну, я советую, и, конечно, это ни на чем как бы не основанное, но крейсер Астаната Льва Толстого, прочитайте. Женщина старится очень быстро. Почему? Выполняет три роли. Она должна быть женою, одновременно беременной и кормящей. В природе этого нет. И поэтому природа отомстит. Как говорится, если засеянное поле, и ты знаешь, что уже всходы, ты опять засевать не будешь, не будешь, и поэтому мужчина тебе не нужен. Ну, тут, наверное, что-то есть. Прочитайте. Да, когда поле засеяно и появились уже всходы. Хорошо. Хорошо. Дальше. Илья Гомозов. Доброе утро, дорогой братья и отче Игнатия. Христос воскресе. Вы, конечно же, правы в том, что разумно будет нам с вами вначале здесь посредством личной переписки определить направление нашего с вами непосредственного общения в скайпе. Дабы он и оказалось более плодотворным. Вот так, прочитай. Это много. Сделать так, чтобы многие могли люди просчитать. Я не буду здесь, а слишком много. Вот теперь посмотрим дальше. Что? Владимир Ратов. Здравствуйте. Михаил Архангелл, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не имел, смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Иуда 1.9. А где можно найти подобное об этом? Слава Иисусу Христу! Так, что нужно? А где можно найти подробнее об этом? Как? Так как в Библии этого стиха нет. И что отвечать сектантам на это? И о чем вообще был у них спор? Не надо искать больше, а то еноха, книгу, там ничего этого не надо. Вот да на это им все, ты веришь или не веришь. Он не верит. И что ему доказывать-то? Что, сатанаш пришел ему, доказал? Повторить, ангела призвать. Дальше о чем? Дьявол спорил о Моисеевом теле, как полагают, по двум причинам. Вот по двум причинам. Вот смотрите, где. Просчитать это надо будет. Вот. Какие причины, что. Тут много, поэтому все это уйдет. Дальше. Наталья Витальевна. Я заметила, что многих людей тревожит изменения, которые происходят в современных семьях. Раньше дети во всем слушали родителей, не перечили им. Теперь же в некоторых семьях все наоборот. Вот. Как вы считаете, почему так? Почему так? Вопрос. Дальше. Саварбек Алмазов. Смотрел ваше видео на ютубе. Вы говорили, что Чечню, Ингушетию проезжали. Вы там проездом были или с целью приезжали в Чечню? Или проездом. Там, где вы живете, вы все принимаете? Или как? Я сам мусульманин. Приятно смотреть ваши проповеди. И все такое. Места у вас красивые. Там, где живете вы. Но ваше село только христиане живут. Или мусульмане тоже есть? Ну, на все это я отвечу дальше. Дальше. Ответ. Это православное поселение. И одно из условий поселения именно такое. И оно зафиксировано в уставе, который в краевом отделе юстиции. Восстановление поселка с нуля на христианских, православных, старинных, благочестивых русских обычаях. Все? Все. Та из-за многих людей тревожит изменения, которые происходят в современных семьях. Да. Отступление от Бога, ответ. Второе Тимофея. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Дальше. Владимир Ратов, что вы думаете насчет книги Еноха? Почему она не попала в канон или хотя бы в неканонические книги? Ведь она глубочайшая книга. Вы читали ее? Что вы можете сказать про нее? Нет, вопрос. Дальше. Елена Чистова. Чистова. А для кого вы строите православную деревню? Вся информация ценная. Спасибо. Для кого? Строю. Дом. Анатолий Тархов, Новосибирский. Игнатий Тихоныч. Давно уже являюсь зрителем вашего канала. Христос воскресе. Игнатий Тихоныч. Есть желание приобрести ваш том Евангелия с толкованиями. Сколько стоит? Влад, ну дальше. Что тут ответы? От книги Еноха. Ну вот, считай, что тут? Думать о ней нет нужды. Ибо там достаточно 77 книг, которые приняли святые отцы Вселенской Церкви. И не принято в канон Библии Святой. Сожгите ее и руки вымойте. Галатам 1.8.9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать... Ну понятно. Дальше что тут? Сличи. Ну, всякое слово от Богочиста. Не управляя к словам его. Понятно. Понятно. Еще что ответ на кому? Так. Награды торгов. Есть желание приобрести это Евангелие. Цена, стоимость книг. Ну это книга, как я говорю. Это? Для кого строите православную деревню? Ага. Прошло 18 лет, как мы начали с нуля восстанавливать наш родной поселок. Устав деревни гласит, что строим православное поселение на христианских православных благочестивых старинных русских обычаях. Право на поселение может получить только тот, кто не лжет. Ну понятно, здесь наши все места, вот найти, вот смотри, как они высвечиваются. Это форум наш. На нашем форуме найти все это. Наталья Витальевна, спасибо за ответ. По нему я вижу, что вы активно исследуете Библию. По-вашему, какие есть надежные советы по воспитанию детей в Слове Бога? Наталья Витальевна, спасибо за ответ. Я вижу, что в нашем форуме мой ответ вам. Воспитание детей, воспитателей и родителей. Все здесь и на нашем форуме. Татьяна, посоветуйте, как быть в моей ситуации. Я прочитал у отца Данила Сысоева, что если есть сомнения в крещении, то надо обращаться к епископу, решать вопрос о правильности и коронечности с ней. Нигде такого нет обращаться. Ты должен принимать крещение. Это твоя жизнь вечная зависит от этого. Уже три епископа сменилась с момента моего детского крещения. С кем решать, непонятно. Ни с кем не решать. Найди, где крестят полное погружение и на этом все. Отец Олег Стеняев говорит, что крещеных в советские годы надо принимать как крещеных, так как там были экстремальные условия. Эти, откуда она там взяла экстремальное? В это время старобрядцы крестили в полное, все сектанты баптисты в полное, у них экстремальное. Поменьше надо лопать. Все хлюпать, с такими животами перед народом вылазят. Явное дело, что не христианская жизнь. И такие ответы. В то же время, в эти годы, ни один баптист в нашем городе не был крещен так экстремально, как православные. Ну так, я отвечаю, вот где. Это она говорит, к евреям. Это она все пишет. Вот она где. Дима Шишкин. Старец Игнатию, приветствую вас. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Расскажите, пожалуйста, о ваших узах, проведенных в советское время за веру в Бога. Посланник евреям 13 стих говорится. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Какие страдания и лишения украшения. Вон книжку, да, и вон она лежит вверху. Эта книга вышла такая из одних документов. Вот книга 752 страницы. Вот она где. Здесь все написано. Для Слова Божьего нет уз. И когда открываешь ее, то первая страница главная, о чем она говорится. Православный христианин. В тюрьме и на свободе. Издание второе дополненное. Видите как, вот она. Об этом говорится. Здесь все есть. С фотографиями совсем. Эти ламинированные, как у нас книги изданы хорошо. Все. Полностью. Из-за дальних документов. Что писали, что в газетах. А то мне один пишет. Вы когда к вам дают хорошие отзывы, вы их не печатаете. Вообще. Дальше ехать некуда. Все печатаем, что это. Но только хорошее о себе не говорите. За хорошее и за плохое надо благодарить Бога. То есть это разъедать, что у него этого нет. И поэтому, чтобы никто и не имел. То есть под уровень своей низменности все ровно. Это не хорошее качество. Это о крещении. Как приехать на крещение тут? Ну, отвечаю. Тут вот оно все. Просчитайте. Еще что? Дима Шишкин. Старый. В ваших узах. Помните. Это здесь книги для слова Божия нету с ответа. А обузах. Я уже дал. Савербек Алмазов. Жаль, а то бы приехать к вам жить. А в Казахстане почему не были? Ну, так. Иван Безминчу. Город Могилев-Подольский. Игнатий Тихонович. Прошу молитв обо мне и Ане. В субботу буду принимать крещение в полное погружение. Пожалуйста. Не обещаю, но, возможно, пришлю видео. Спасибо вас, Христос. Видите, как Господь все это делает. Дальше. Вот, смотрите, наш форум, как выглядит. Православный форум. Это макушка Храма Христа Спасителя. Город. И вот так и есть. И здесь 1587 тем разных. И вот, посмотрите, здесь есть новое сообщение. Если вы их зарегистрируете, то не отец. Регистрируется, нужно, когда что-то будете писать. А так можно так смотреть. Вы на нашей последней странице. А здесь вот есть общий поиск. Вот я еще показываю. Ткните, рамочка будет. Зарядите, там иначе, что хотите. Дальше. Христос Воскресе. Игнатий, скажите, а можно получить ваш документ вордовский из этого видео? То есть напечатанный, без виду, с Николаем Леоновым. Ага. Сам бы перевел бы. Денис Сорокин. Игнатий, здравствуйте. Хотел вкратце рассказать о себе и задать пару вопросов. Мы семья. Я моя супруга, наша маленькая дочка Ксения, 10 месяцев. Мы с вами с Архангельска. Я не так давно приезжавший из мужского монастыря Ярославской области, где трудился и молился по благословению старца Наума из Лавры. Жена тоже бывшая монастыря. Называть себя православным это гром. Много написано. Прочитайте, что тут у него. Дальше ответ будет. Вот он с ней встречается. Дальше. Благослови Господи, Игнатий Тихонович. Доброго времени суток. Позвольте вашего драгоценного времени немного занять в дополнение к сообщению. Прочитайте, что тут будет. Прочитайте просто. Считать, время просто нет. Тут затягивается. Кому надо. Прочитайте. Видите, как одета вот женщина. Ну, можно ли мусульманку так встретить? Веревочки. Все оторвано как будто бы. Ну, я вот она. Ну, нехорошо это. И челки подстрижем. Ну, все не по-христиански. В монастыре были оба. Мусульманы не были ни одного. И я показываю, где мусульманки как себя ведут. Сейчас я просто покажу мусульманки. Посмотрите, какие они. Раз уж на то разговор пошел. Поглядите. Вот они как сидят у ручья. Ну, чего тут дурить-то? Ну, можно же понять, что вот нормальные люди-то. Как они в горах, ручей, тече. Вот здесь все имеет смысл. Все одинаковые. Ну, и как это? Христиане утеряли, а мусульмане там взяли. Да как первые христианки по житьям святых-то так? Ну, смотрите, ни одной волосинки не видать, как они одеты-то. Ни одной части тела не видать, кроме лица. Да еще в город пойдет, еще тут закроют одни глаза. Нет, тут только судят и судят, а ничего нету. Кроме осуждения-то. Никого не судите. А сразу осудили 2 миллиарда мусульманок. Дальше. Саварбек Алмазов. Отец Игнатий, вы говорили, сидели в тюрьме 5 раз. Сколько лет вы сидели? Отец Игнатий, что вы думаете о колдунах, шаманах? Ваше мнение о них таких людей, как Ванга, Матрона Московская? Ваше мнение о всех этих предсказателей? И если можно, сделайте ролик в Ютубе про предсказателей знахарей. Ян Измаилов. Христос воскресе, уважаемый отец Игнатий, с праздником вас в прошедшем. Всего вам самого только наилучшего. Ну понятно, что так говорит. Прочитайте просто. Эти расшаркивания мне не нужны. Владимир Ратов, но ведь сами же апостолы ее книгу Еноха признавали. Одна из наиболее значительных цитат из Еноха найдена послание Иуда 1.14. Ну понятно, понятно. Ему надо. Ну бери, считай, я сказал мое мнение. Я спорить не буду. Я сказал и отошел. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину и больше ничего нет. С учениками спорили, но они не спорили. Что тут? Просит вордовский документ, беседующий с Николаем Леоновым. Написано, можно в нашем форуме на статье на странице 8 последней. Вот так дальше. Это о чем ответ? Денис Сорокин. Игнать, здравствуйте. Хотел как раз рассказать о себе. О семье. Вот он. Проситайте ответ. Валентина Сорокина. Ну посмотрите здесь. Ну затормозите. Дальше что-то тут. Кому это? Это о Варбе Калмазову. Про колдунов, про тюрьму, сука, рассидели. Ну вот. Теперь вот места писания я указываю. Пожалуйста. Посмотрите. Дмитрий Голдобин. Книги получил, спаси Христос. Деньги отправил на счет 5000 рублей. Вот они книги у него стоят. То есть он добавил. Вот они книги стоят. И не вошли маленько. Книги вот так. Вот они 38 томов. Это метр сорок. Полка. Видите как. Одно тоже название открытым оком, но все разного цвета. Я даже это понял. По цвету легко искать будет. Здесь я вижу не все книги. Сколько книг получили? Должно быть 30 томов, открытым оком. Дальше идем. Что тут? Саварбе Калмазов. Вы не ответили, почему не бывали ни разу в Казахстане, в Караганде? Здесь же тоже много верующих. Сейчас в интернете, по телевизору рассказывают разные чудеса. Например, как мощи Матроны помогли избавиться человеку от тяжелой болезни. Не были, потому что в тот путь у нас не было. И мы идем только прямо. Не успевали. И так дошли мы от Тихого до Атлантического океана. И написано, был в Казахстане, проповедовал. Но это было не сегодня. Отвечаю каждому только на один вопрос. Остальные. Сергей Смиренный. Кстати, пойму, то ли фамилия такая, или там сами себя так. Христос воскрес. Доброго времени суток, Игнатий Тихаревич. Я уже заочно познакомился с вами путем просмотра видео и чтения. А вы нет. Он проживает в Москве. Жена, что ему надо, надо узнать. Прочитайте, посмотрите. За советами, за разъяснениями. Что можно было. Я не могу все это засчитывать. Это ответ. Еще что. Ксения Эльмира Магомедова. Христос воскресе. Игнатий Тихоныч. У вас есть символ веры с указанием ссылок об основании на места в Священном Писании? Просто из меня сектантка спрашивает об основании частей символа веры. Они не признают собора и потому требуют ссылки именно на места из Библии. Магомедова-то выслала им ссылки на Библию. Правильно требует. Потому что Бог будет судить не по соборам, не по канонам, не по святым отцам, а по слову своему. 12.48 Евангелия Тиана. Что здесь? Это в книге «Закон Божий» символ веры разобран полностью по Священному Писанию. А, вот как. Ну, это найти надо сюда зайти и посчитать. Еще что? Так. Это Елена Андреева Новосибирск. Здравствуйте, Игнать. Я бы хотела поинтересоваться, возможно ли переехать к вам в Потеряевку в этом году? И что для этого нужно, помимо духовных качеств? Ну, видишь как, вот, хорошая девушка. Я отвечаю. Какое ваше семейное положение? Одинокие не приживаются. Желательно молодые семьи с детьми и с детствами. Ну, понятно. Дальше посчитать, вот, что есть. Дальше еще раз посмотреть, что у нас есть. И вот это все зафиксировать, показать. Еще что? Илья Гомозов. Здравствуйте, добрые братья и отче Игнатий. Христос воскресе сегодня, 4.05.2015. Исполнился ровно 4 лета с той поры, как переставились в вечности возлюбленной супруга моей Светланы. Христо ради отчества. Понятно, что это такое. Александр Гордеева Кузнецова. Александр Гордеева, то есть, непонятно. Мир и благодать вам. В миру возможно спастись? Возможно. Видите как. Руслан Никитин. Здравствуйте, мне интересно узнать про мытарство по Библии. Ну, это житие Василия Нового. Феодора Сареградская там. Дальше. По Библии хочет. Можно спастись в миру. Намного труднее, чем не со спутанными ногами. Это, впрочем, если женишься, не согрешуешься. А как в миру спастись можно нет? Вот ответ какой. Дальше. Не искушайтесь. Это по мытарствам по Библии вопрос. Владимир Худяков. Доброго здоровья, Тицыгнатий. В старообрядчестве и с протестантизмом более развитые целомудрые и семейные ценности, судя по страницам в интернете. Или мне это только кажется? Ответ. Доброго здоровья, Тицыгнатий. В старообрядчестве и протестантизме были развиты... Да, это так, ответ на вопрос. Более развиты семейные ценности. Помогите разобраться. Если нет крещения погружением, то значит исповедоваться нельзя. И вообще к другим тайствам приступать тоже. Если прощаются грехи и высповеди, а потом еще в крещении грехи допрощаются, знак вопроса. Ответ. Это спор, с контактов мне приносят. Я отвечаю, они потом туда им дают. Но неудобно. В крещении не только прощаются грехи, но и рождение свыше, как завершающий третий этап этого наиглавнейшего тайства в жизни человека. Дальше. А что говорит Библия в молитве о заумерших? Отвечаю каждому только на один вопрос. Я отшиваю вот куда. Не искушайтесь. По молитве там что и все здесь. Георгий. Вот, верх. Что-то непонятно. Как говорят, на макаронной фабрике взрыв произошел с волосами-то. Игнатий, помогите. Хочу снять художественный фильм про чипизацию. Уже есть идеи и примерный синопсис фильма. Если заинтересованы. А, там такие уже снятые. Воробьевский, Юрий. Там это вообще. И женщины снимают. Это не просто так. Елена Трегубова. Доброго времени суток. Хочу спросить вот что. Я когда была беременна и расстраивалась, то почему-то, помню, купила бутылку водки. Выпила грамм 200. Для чего не пойму, как так делала. Теперь я замечаю за сыном. Он когда переживает или расстроится, прибегает к такому методу. Неужели я сама и посодействовала этому? Я четко помню. Это было после ссоры с моим мужем. Прошло 33 года. И такое за сыном вижу. Я помочь могу теперь ему, осознав этим, может и справедливо. Я как-то читал, не могу сказать. Он говорит, что если женились, в Риме было порядок такой. И там выпили. Под смертной казнью этот вопрос ставил. Чтобы не рождалось негодное потомство. Александр, мир вам. Как вы относитесь к сбору денег на издание молитвы слова на современном русском языке? Тут еще что-то он говорит. Дальше. Батюшка, здравствуйте. Пишет вам рабожий Виктор. Батюшка, скажите, пожалуйста, как быть, если Господь создал меня не таким, как многие обычные мужчины. У меня лишняя женская хромостома, за которой мне иногда хочется одевать женскую одежду. У меня генетическое заболевание. Медицина может мне помочь. Спасибо вам, низкий поклон. Медицина не помогает. И дальше что отвечаю? Художественный фильм. Он хочет снять от чипизации ответ. На нашем форуме. Дальше. Трегубова. Выпила 300 грамм. 200 грамм, точнее. Ну вот так, вот ответ. Смотрите, какой ответ. Галатом 6, 7. А это что? Будем делать русское молитвословие, видимо. Это слово вызывать. Вот ответы какие. А это что? Лишняя хромосома. Лишняя хромосома у него. Какой ответ? Так, законе 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо это мерзость перед Господом. Богом твоим детям видел чесие. Этими словами пытаетесь заувалировать грех смертный. Самые лучшие врачи с 100% искоренением этой пакости находятся в Судане, в Саудовской Аравии и в Тунисе. Съездите. Туда полная гарантия, что вы даже не помыслите заниматься этой гнусностью. Как проклятый богом садомит. И все ваши хромосомы выветрятся из праздной души. И вот... Вам интерес ответ. Савербе Кармазов, я через неделю буду у вас. Там хотел заехать по делам. Вы не понимаете, что ничего не было разговора, он заедет. Уже сразу все, я его просто занесу не тот список. Написано, категорически запрещается. Дальше. Михаил Тронин, прокомментируйте, пожалуйста, это видео. И Жданов о причастии вином говорит. Да. Это Владимир Георгиевич Жданов. Он там президент международный по борьбе с пьянством. Он был, я подарил ему книги где-то. Он говорит, оккультизмом занимается. Не знаю. Не о Боге говорит. А зачем тогда быть? Максим, благословите батюшку. Хочу вам задать вопрос. Извините, если не скромно. Мой друг поступает в семинарию. Когда-то в детстве, когда он был еще маленьким, занимался рукоблудством, извращенством с своим братом. Он грешил, не зная, что это грех, но он покаялся. Иначе ходит в церковь, испытывается. Если он как-то спокаялся. Дальше сейчас немножко ответ дадим. Какой ответ? Что? Жданову. Ответ по Жданову. Жданов, выступая в собрании в Барнауле, в ГТУ, я разговаривал с ним. И он точно так же объяснял и о Назареях, и о Причастии. Я подарил ему свою книгу к истинному православию, где сказано обо всем этом. Он здесь объясняет не просто с натяжками, а говорит сущую неправду и о Назареях, и о Кипятке, и о Вене Первого года. Ничего этого нет, это просто выдумают. Зациклился на борьбе за трезвость. Церковь таких людей относится к еретикам. А ты ответ что? Мой друг в семинаре поступает, извращенец. Может, вы скажете, что нужно делать? Какой епитимию? Игла. Покаяние очищает душу, а епитимию решает батюшка, где он исповедуется. Еще. Буду у вас, Рык Алмазов. Алмазов, что я вам отвечаю? У нас деревня сугубо православная, и прежде мы тщательно готовимся, узнаем друг друга. А так, чтобы кто-то приехал и ночевал у нас, это невозможно. Никто незнакомого человека не примет. Мусульман нет среди нас. Каждый, кому разрешение на приезд выдано... Он решил меня обновить Саварбек тогда, смотри. Саварбек, это наша община, мы все хотим переехать в ваше село. Вот эти какие-нибудь женщины, мне все понравилось. Так у нас деньги есть, мы сами построимся, а насчет мусульманства мы хотим православие принимать. Прекрасно, все. Мы специально выезжаем, 18 мая, хотим купить землю в вашей деревне, строить там себе дома, и мы специально едем, чтобы договориться с вашим мэром о покупке земли в вашей деревне. И мы хотим построить в вашей деревне и себе дома за свой счет. Я показал видео нашим людям в ютубе про ваше село, про вас, Игнатий Тихонович. Им так понравилась ваша деревня, они теперь хотят жить в вашей деревне, рядом с вами общаться, о Библии помогать вам ездить на Благовещение. Еще обман оказался, обман. То есть он понял, что любого может обмануть. И пройдет здесь ответ. Ответ. У нас нельзя пить, курить. Ну вот вы прочитаете ответ. Дальше. И несколько раз он уже говорил, и от трехся ни людей, ни кого нет. Мы разрешили приехать, сначала проверьте все, и земля будет, и строится будут, и крещение примете. Ничего этого не было, обман. Обман. Саварбек, у меня ноутбук в ремонте, сотки. Захожу в интернет, через три дня компьютер заберу с ремонта. А почему у вас дома, Игнатий Тихонович, готовый и почему? Может быть, через забор где-то живет рядом. Саварбек. Саварбек, ноутбук в ремонте, это строит дом. Игла строительства самим нужна. Осталось три дома для семейных, но они нуждаются в ремонте. Вот так, ты даже разговариваешь, я не знаю, что он обманывает. Еще что? Саварбек, это наша община, мы все хотим переехать в ваше село. Вот, я теперь отвечаю им, вот посмотрите, какие ответы об Теряевке. Об этом Саварбеку еще раз отвечаю. Николай Настев. Здравствуйте, я верю, что вы пророк, который должен прийти перед апокалипсисом. Может быть, и сам Илья. О как. Считаю, что конец света очень близок. Слишком много совпадений во всем. В данное время слушаю начитанные вами откровения и столкования. Интересно, у баптистов я приехал куда? Баптисты? И тоже на меня, говорит, к нам пророк Илья сошел. Баптисты. В Пензе. Но когда я стал с ними беседовать, они мгновенно на меня, говорят, гнилое бревно. Вот и все. Так больше похоже-то на последнее, может быть. Предполагаю, что очень скоро проснется евангельская вера по планете. Когда-то Бог через вас спас мою душу от страшных глубин ада. Вопрос. Как исповедоваться полностью? Это я создавал. Я верю, что вы тот, кто действует в духе и силе Ильи. Сколько слов хороших сказал, но они могут не соответствовать действительности. Ну вот теперь еще раз покажу наш видеоканал. Вот он какой. Видеоканал. Более это 4000. Наших видеороликов. Ну а вот если у вас здесь, вот на этом мне как раз указать главное. Главное, я ткну его. И сразу она сейчас покажет маленько другой образец. Где у нас находится жития святых. Вот они рядом. Вот жития святых на каждый день идут. Вот они где. Только ткни, и здесь оформлено так. Это я в 80-х годах считал. Ну на этом все. Что отсюда можете найти. Нажать на видеоканал найти. Вопрос и ответ. Это огромный-огромный материал. И здесь, где наши люди. Вот Богу нашему слава. Благодарю. За два, за три. Богу слава. Давай.